За хоккеем в Самаре смогут наблюдать больше зрителей. Количество посадочных мест во Дворце спорта увеличили почти вдвое, с трех до пяти тысяч. Помимо хоккейного поля, новая спортивная арена вместит в себя тренировочные ледовые площадки, большой конференц-зал, спортивные поля для волейбола и баскетбола, а также первую в Самаре площадку для керлинга. Строительство ведут с учетом всех спортивных регламентов КХЛ. В основном это соответственно нормам требования по судейству, визуализации процесса на площадках, дополнительные средства отражения информации, новые нормативные требования, которые касаются технологии проведения соревнований. Все работы идут по графику. Стройка не останавливалась и во время перехода Самарского региона на особый режим из-за пандемии коронавируса. Рабочие трудятся посменно по 12 часов 7 дней в неделю. Сейчас завершают монтаж крыши, обустраивают ледовые поля, выполняют гидроизоляцию, а в конце месяца начнут устанавливать холодильные машины. Теплоузел готов на 95%. Фасад здания украсит два новых мозаичных панно, выполненных по мотивам прежнего. С изображениями хоккеистов и конькобежцев. А со стороны улицы Молодогвардейской появились колонны. Здесь здание в центре города, поэтому оно активно вписывается в городскую среду. То есть вот эта колоннада вдоль улицы Молодогвардейской – это проникновение общественного пространства улицы в пространство здания. В новом дворце спорта будут проходить и концерты, поэтому здесь появятся мультимедийные экраны. Передвижная сцена сдать объект планируют в первом квартале следующего года. Мария Левина, Константин Головин. События.